Добрый вечер, в эфире программа «Законы событий мнения». Осенью этого года к работе в Государственном Совете Республики приступили 7 новых депутатов. Как они включились в законотворческую деятельность, какие предложения уже внесли и готовы вносить, как себя проявили, репортаж моего коллеги Северина Арпы. В сентябре и октябре депутатский корпус Государственного Совета ХОМИ пополнили 7 человек. Пятеро выиграли выборы в одномандатных округах, еще двое получили мандаты по партийной линии. Сергей Гагаузов избран по Северному одномандатному избирательному округу номер 5, директор Воркутинской детской художественной школы, председатель Общественного совета города, заслуженный работник культуры России. Екатерина Дьячкова избрана по Приполярному одномандатному избирательному округу номер 9, город Усинск и Усцилимский район, учитель математики и биологии Усть-Усинской средней школы. Марина Карельская избрана по Печорскому одномандатному избирательному округу номер 8, город Печора и Вуктыл, заведующий лабораторией Печорской центральной районной больницы, заслуженный работник Республики Коми. Сергей Усачев избран по Академическому одномандатному избирательному округу номер 2, город Сыктывкар, генеральный директор Сыктывкарского ликвироводочного завода, член Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России, кандидат политических наук. Алексей Чупров избран по Ирайольскому одномандатному избирательному округу номер 10, Ижимский и Сосногорские районы, заведующим филиала Центра народной культуры Коми-Ижимцев «Изьва», председатель Совета регионального общественного движения «Землячество Коми-Ижимцев-Изьватас» в Республике Коми. Галина Нагаева получила мандат по партийной линии после сложения полномочий Михаилом Брагиным, член Межотраслевого совета потребителей при главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Михаил Серов стал депутатом по партийному списку после сложения полномочий Александром Лейфредом, директор медиаинформационного центра «Усинск», член Союза журналистов России. Сергей Гагаузов, Алексей Чупров, Сергей Усачев и Михаил Серов работают в Комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Впереди у парламентариев насыщенная законотворческая деятельность, тем более опыт в этом деле есть. Например, Михаил Серов возглавлял депутатский корпус «Усинска». Помогает, скорее всего, опыт работы с документами. Всегда понимаешь, когда открываешь проект довольного закона, на что главное обратить внимание. Специфика есть, муниципалитеты разные, и здесь приходится рассматривать общие, скажем так, республиканские проблемы. Но, по большому счету, у всех муниципалитетов проблемы, они где-то близкие и основные на сегодняшний день. Это и недофинансирование определенных программ. Марина Карельская и Галина Нагаева работают в Комитете по социальной политике. Екатерина Дьячкова в бюджетном, где намерена отставить интересы жителей Усинска и Уссильмского района. Я думаю, что я активно работаю, я обсуждаю все вопросы, которые я выделяю вначале для себя, и потом уже участвую в обсуждениях на Комитете. Конечно, я обсуждаю и на заседаниях Госсовета те вопросы, которые для меня актуальны, и актуальны для моих избирателей, актуальны, я думаю, для всех жителей нашей республики. Сергей Гагаузов по-настоящему творческий человек, художник, педагог, а теперь и депутат. Свою задачу в Государственном Совете Коми понимает четко – лоббировать, в хорошем смысле этого слова, вопросы культуры и искусства. Я пробую, получится ли у меня изменить что-то в лучшую сторону в тех областях, в которых работаю я, в которых живет республика. В законотворческую деятельность новые депутаты включились активно и прежде всего в обсуждении республиканского бюджета на 2019 и последующие два года. Я представляю гостей в нашей студии. Это новые депутаты Алексей Чапров, Сергей Исачев и уже опытный законодатель, заместитель председателя Государственного Совета Республики Валентина Жидерева. Добрый вечер. Итак, новые депутаты у нас работают на неосвобожденной основе, то есть у вас есть основное место работы, потом вы приходите домой, начинаете изучать законопроекты и таблицы поправок. Все ли получается? Какие сложности? И все ли успеваете? Приходится успевать. Приходим, открываем, смотрим. Потому что не всегда по роду деятельности можно выехать с Сижмы и из Сосногорского района. И хорошо, что скидывают все интернет. Заходим, читаем, ознакомливаемся, приезжаем уже на комитеты подготовленные. Сергей Анатольевич, у вас как? Трудности в основном со временем. Очень много, естественно, забот и по основному месту работы, и по общественной работе, ну и тут еще депутатская деятельность. Ну вот время такая штука, чем меньше его, тем больше на все его хватает. Поэтому, слава богу, все получается. Валентина Васильевна, как вы оцениваете новичков? Как они включились в работу? Они практически сразу включились все в работу, потому что, принимая для себя решение прийти в Государственный Совет, я думаю, каждый из них пришел со своей позиции, со своим избирателем. И те проблемы, которые они решают, они им достаточно понятны. Потому что, что говорить, с Алексеем мы работали много лет, он член молодежного парламента Республики Коми. Сергей Анатольевич возглавляет Ассоциацию юристов Республики Коми с этой общественной организацией и Государственный Совет, и те общественные организации, в которых мне приходилось работать. Мы всегда сотрудничали, поэтому мне и их позиция понятна, и абсолютно ясно то, чем они будут заниматься в Государственном Совете. Вы пришли в Государственный Совет, когда обсуждался бюджет, все 19 программ. И, конечно, важно было услышать предложения, которые высказали вам ваши избиратели. Вот какие-то ваши инициативы прозвучали, что вы конкретно предложили? Ну, строительство школ в Виженском районе, двух школ. Удалось добиться? Ну, по крайней мере, мы друг друга поняли, то есть были услышаны, и я думаю, все-таки все равно будем попадать под программу. Сергей Анатольевич. С тем, с чем мы пришли в Государственный Совет в результате встречи с нашими избирателями, естественно, эти вопросы мы держали на контроле, в частности, по вопросу комфортного городского среда. То видение, которое сформировалось в результате наказов избирателей, оно попало в программу, и бюджетное ассигнование на эту программу в ближайшие годы будет увеличено. И поэтому, я думаю, мы, в общем-то, превразим, в частности, город Сыктывкар, другие города и поселения нашей республики, сделаем их более комфортными. Вот когда вы работали над бюджетом, что вы для себя лично открыли? Денег много не бывает. Ну, это, может быть, мы и так знали всегда. Достаточно отметить, что бюджет получился очень сбалансированным, таким крепким, учитывающим практически все интересы. Но если нам удастся получить дополнительные средства с федерального уровня, то, естественно, 19-й год будет особым в этом смысле. Мы записали комментарии председателя Государственного Совета КОМИ Надежды Дорофеевой, как же включились новые депутаты в законотворческую деятельность. Они действительно все разные, но их всех объединяет одно – то, что они полны энергии, то, что они болеют душой за родной край и активно отстаивают интересы своих избирателей. Пришли они накануне принятия закона о республиканском бюджете, главного финансового документа нашей республики. И, конечно же, те предложения, которые привезли из своих муниципалитетов, они отстаивали при рассмотрении предложений в межведомственную согласительную комиссию. Хочу отметить активность депутата Сергея Владимировича Гагаузова, который с самого начала получил обращение граждан-жителей Воркуты. И эта проблема очень серьезная касается закрытия автозаправочной станции в поселке Варгашор. Сегодня это вопрос социального характера, и мы не можем не поддержать жителей заполярного города. И я думаю, что депутат будет добиваться, он не будет останавливаться на этом. Мы тоже готовы подключиться к решению этого вопроса. Сейчас именно тот самый момент, когда начинается активная фаза, активное обсуждение основных положений, позиций, стратегии социально-экономического развития республики на период до 2035 года. И такие предложения, такие предложения, как внес Сергей Владимирович, конечно, они подлежат обсуждению и очень внимательному рассмотрению. И, конечно же, включению таких вопросов социальных в стратегию развития. Конечно, вы общаетесь с избирателями. Какие сегодня самые болевые точки? Дороги, больницы, школы. Проблема очень большая. Сельская школа. Отдаленные районы, доступность. Валентина Васильевна, а вот эти вот инициативы, предложения депутатов, они услышаны на правительственном уровне? Как вы взаимодействуете? Мы приходим на наше заседание, когда все специалисты исполнительной власти вместе с депутатами работают вот так, за круглым столом, в обстановке очень деловой над поправками к тем предложениям, которые были и со стороны исполнительной власти, и, безусловно, от депутатов. Сергей Анатольевич, какие проблемы поднимает Сыктывкарца? Это дороги, в части дорог, не только дороги, по которым ездят транспорт, но и дороги, которые располагаются к местам расположения детских садов, школ. Вот эти территории наиболее, так сказать, проблемными являются. Они, как правило, остаются вне зоны внимания и находятся в очень плачевом и плохом состоянии. Естественно, требует ремонта вся социальная инфраструктура, школы, детские сады, больницы. Безусловно, необходимо, в общем-то, решить вопрос в области здравоохранения в части, пускать, узких специалистов. Не хватает медиков, большие очереди. И еще раз говорю, вот если мы сейчас будем все их перечислять, то нам не хватит целого дня. Валентина Васильевна, а у вас есть какое-то, я не знаю, наставничество института в Государственном Совете? То есть вы как-то за новыми депутатами наблюдаете, помогаете? Безусловно, мы сделали все для того, чтобы новые депутаты в тех комитетах, в которых они работают, сразу ощутили то, что мы неважно представляем ли какую-то территорию, выбранные от различных партий. У нас могут быть разные точки зрения на решение каких-то проблем, но мы должны работать таким образом, чтобы в целом избиратель не ощущал вот этой нашей разноплановости. И мы принимали решения в интересах всех избирателей, а значит жителей республики Коми. Нынешний Государственный Совет, насколько он боевой, самостоятельный, энергичный, работоспособный? Нам, наверное, сложно себя оценивать. Нас оценивают наши избиратели по тем решениям, которые принимает Государственный Совет. Иногда очень обидно бывает, когда высказывают такие, как нам кажется, безусловно. Ну, например, плохие законы вы принимаете. Говорят вам так? Ну, наверное, не говорят о том, что плохие законы, а в большей степени говорят не о тех законах, которые мы принимаем, а о тех проблемах, которые остаются, и почему они не решаются. Хотя, казалось бы, мы для этого все сделали. Закон приняли, возможно, мы замечательный, но не всегда есть адекватные механизмы его реализации. Алексей Владимирович, насколько боевой сегодня парламент, энергичный, работоспособный? Ну, парламент боевой, энергичный, веселый. Веселый, это как понять? Не ругаемся. Ну, так же не бывает. Спорите? Спорим, но не ругаемся. Любой коллектив, он тогда является эффективным, когда есть несколько точек зрения, и люди умеют корректно их подавать, корректно приходить к какому-то согласию, к общему знаменателю. В данном случае, сейчас состав депутатов Государственного Совета говорит о том, что он как раз близок к этому идеалу. То есть есть разные точки зрения, есть механизмы согласования вот этих точек зрения, есть понимание, так сказать, коллег, что надо приходить к какому-то согласию. Они всегда все остаются довольными, так сказать, как бы принятым решением, но, тем не менее, они принимаются. Вот это ярко показало обсуждение, так сказать, или принятие бюджета на эту сессию ноябрьскую. Все было по классической схеме, так сказать, спорили, но, так сказать, приходили к общему согласию. Сергей Анатольевич, вот когда вам говорят, ну что вы там опять приняли, бывают такие мнения, звучат? Ну, безусловно. Я веду прием граждан и в рамках общественной организации, и в рамках сейчас… Что вы отвечаете? Да, и все приходят и говорят, значит, даже когда человеку достаточно ясно объясняешь вот позицию, вот, так сказать, на сегодняшнее законодательство, говорит о том, что, так сказать, вы в данном случае, так сказать, неправы. Вот так вот, так сказать, сложилась жизнь или так вот. Естественно, человек уходит недовольным, потому что все хотят, чтобы все законы, значит, следовали, искать их желаниям. Но такой вариант неисполним, поэтому недовольных остается достаточно много. Поверьте, законы принимаются в интересах республики, в интересах каждого жителя. Просто интересы разные. Поэтому, безусловно, критика будет. Если она конструктивна, и действительно мы в чем-то ошиблись, и люди вносят такие хорошие, конструктивные предложения, мы, безусловно, их поймем, услышим и, так сказать, поправим. В 2019 году какие ставите перед собой задачи, какие будете уносить инициативы и предложения? Все мы будем, наверное, в 2019 году ощущать те решения, которые принимаются сегодня в части реализации тех 12 национальных проектов в нашей стране и задачи наших депутатов и исполнительной власти, чтобы республика участвовала во всех 12 проектах. И эти национальные проекты дадут нам возможность получить дополнительные средства из федерального бюджета на решение тех задач, которые стоят перед республикой. Итак, давайте подводить итоги нашего диалога. Как же новые депутаты влились в законотворческую деятельность? Ну, влились хорошо. Работали, принимали, решили. Прилагали максимум усилий, чтобы вникнуть в работу Государственного Совета, понять ее до самой глубины, осознанно подойти к принятию главного закона республиканского бюджета. Ну и, помимо всего прочего, у нас есть наказы избирателей, которые мы получили в ходе предвыборной программы. Естественно, мы эти наказы озвучили в Государственном Совете. В частности, вот по одной из проблем, проблеме с Борщевиком, было достаточно серьезное совещание, найдены механизмы решения. На 2019 год они будут воплощены. Я думаю, с этой напастью и бедой мы справимся. Валентина Васильевна. Я хочу сказать, что они пришли в благоприятный период в Государственный Совет. Этот созыв работает уже четвертый год. Мы три года отработали. И я думаю, если бы вы нас собрали тогда, молодых депутатов, то вот такой очень позитивной передачи, наверное, бы не получилось. Потому что тогда было очень сложно всем. А сегодня Государственный Совет уже работает так, как он должен работать. Конечно, могут быть какие-то ошибки. Кстати говоря, у нас почти на каждой сессии есть те законы, которые мы корректируем, поправляем в связи с тем, что и протесты прокурора приходят на те законы, которые мы принимаем. В общем-то, ведь это живой организм Государственный Совет. Мы тоже такие же люди, как наши избиратели. Ну, не боги горшки обжигали. И я думаю, что вот сейчас это качественное решение, будем очень на это надеяться. И все депутаты, которые в сентябре пришли в Государственный Совет, они очень спокойно вписались в ту структуру, которая у нас есть, комитетов. В те взаимоотношения, которые сложились в каждом из комитетов. Председатели известны, председатели понятны. И я надеюсь, что эти два года, которые мы проработаем вместе, они все-таки будут абсолютно направлены на решение проблем в интересах жителей Республики Коми. Спасибо за ваш диалог. Это была программа «Законы, события и мнения». Всего доброго. До встречи на Юргане. Всего доброго. До встречи.